Для изготовления одной тонны бумаги требуется в среднем две тонны древесины. Предоставляя бумаге новую жизнь, мы вносим неоспоримый вклад в сохранение лесов нашей страны. Чтобы перерабатывать как можно больше макулатуры, в России второй год подряд при поддержке национального проекта «Экология» проводится масштабная акция «Бумбатл». К масштабной акции по сбору макулатуры присоединились ученики школы номер 25, воспитанники детских садов, жители рабочего поселка Фрянова, а также депутаты окружного совета. Всероссийская акция, которая сейчас объявлена для нас, на самом деле это очень большое решение. Приняло у нас участие в этой акции 19 классов. К нам еще присоединился детский сад, структурное подразделение детский сад, где ребята тоже принимают в этом участие. Конечно, для них это и экологическое воспитание, и духовное воспитание, это приобщение и к природе, внеурочная деятельность, то есть все вместе. Осталась неделя до конца четвертого сезона акции «Бумбатл» – движение «Экосистема». Сейчас в масштабной экологической гонке определяются самые активные участники по количеству собранной бумаги. С момента старта «Бумбатла» к сдаче макулатуры по всей стране присоединились уже более 276 тысяч человек, которые направили на переработку свыше 1400 тонн бумажного сырья. Мы собирали разными способами, что-то ненужное находили у себя дома, спрашивали в магазинах, в разных офисах, также в школе довольно много ненужных материалов, ненужных учебников, которые мы можем переработать и помочь нашей природе. У меня много ненужных нот, так как я уже 8 лет обучаюсь в музыкальной школе, и поэтому довольно много того, что я уже не играю. Поэтому я решила принести, чтобы переработать это. «Бумбатл» дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Но, как и любой батл, это еще и соревнование по количеству собранной макулатуры, где можно побороться за первенство в командном или индивидуальном зачете. Кроме того, самые активные участники акции получат призы от муниципалитета. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.